Добрый день, уважаемые участники нашего сегодняшнего семинара. Специалисты здорового образа жизни сегодня хотели бы вам рассказать о правильном питании школьников, школьников-подростков. Значит, необходимым условием для нормального роста и развития подростка является, конечно же, здоровое питание. Что включает в себя здоровое питание? Это, прежде всего, необходимо, конечно, соблюдать режим питания. То есть время и количество приема пищи, затем интервалы между приемами пищи, меню по энергетической ценности, продуктовому набору. То есть существует определенная суточная потребность в калориях, учитывая возрастные особенности. Так, детям от 11 до 13 лет, особенно мальчикам, необходимо употреблять от 2,5 до 2700 килокалорий. Девочкам в этой же возрастной категории необходимо употреблять до 2200 килокалорий. Возрастная категория от 14 до 17 лет мальчикам необходимо употреблять от 2600 до 2900 килокалорий. Ежедневно, как в школе, так и дома, подростки должны питаться в одно и то же время с интервалом приема пищи примерно где-то 3-4 часа. И последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 1,5-2 часа до сна. Значит, что же должно входить в меню на завтрак? Завтрак, он определяет 25% от всех дневных норм потребления калорий при 4-х разном питании. То есть, это прежде всего должна быть либо каша на молоке, либо на воде, затем бутерброд, можно с сыром, сливочным маслом, либо какой-то свежий салат обязательно. Значит, из горячего блюда можно запеканку. И горячий напиток – это либо молоко, либо кисель, либо какао с молоком, либо колбот. Отсутствие завтрака сказывается на успеваемости и способности к обучению. То есть, если подросток не позавтракал, у него в течение дня снижается работоспособность, внимание, тем самым отражается на качестве усвоения учебного материала. Далее у нас идет обед. Обед составляет 35% от дневной нормы калорий. То есть, он должен состоять, опять же, прежде всего из запуски, то есть, обязательно должен быть салат. Либо со свежих овощей, либо со сварных овощей с зеленью. Обязательно горячий суп – первое блюдо. И второе блюдо – это мясное или рыбное, то есть, обязательно должно присутствовать овощной гарнир. То есть, либо тушеные овощи, либо отварные, либо в комбинации с какой-то крупиной кашей. И также обязательно наличие хлеба, то есть, либо серого, либо белого, примерно где-то 30-40 грамм. А также напиток. Но напиток должен быть либо сок, либо кисель, компот из свежих фруктов. Чай пить, как бы, подросткам не рекомендуется. Затем, третий прием пищи – это полный, который составляет 15% от дневной нормы калорий, который должен состоять либо теплого стакана молока, кисло-молочной любой продукты, то есть, ряженка, кефир, айран и так далее на вкусовые предпочтения. С обязательно булочкой, либо кусочком хлеба, либо какой-то сухарик, сушка и так далее. Или перекус из фруктов, то есть, это должен быть либо яблочко, груша, можно банан употреблять. Ужин составляет 25% от дневной нормы калорий и тоже должен состоять обязательно из горячего блюда. То есть, на вкусовое предпочтение. Либо это будет второе блюдо, либо будет первое. Либо будет каша, либо будет суп, либо будет гуляш с каким-то гарниром. И обязательно сок, либо кисель. Как я уже сказала, ужин должен быть не позднее, чем за 1,5-2 часа до сна, чтобы данный набор килокалорий успел переработаться. Какой же должен употреблять среднесуточный набор продуктов каждый подросток? В возрастной категории от 11 до 13 лет примерно подросток должен употреблять 200 грамм хлеба, 50 грамм круп, 200 грамм картофеля, 300 грамм овощей, либо свежих, либо отварных, 150 грамм фруктов свежих. Значит, кондитерские изделия, которые включают в себя конфеты, различные шоколадки, пирожные и так далее, должны превышать не более 50 грамм в сутки. Сливочное растительное масло желательно употреблять примерно по 15-20 грамм. Рекомендуется употреблять одно яйцо, в пределах 300-500 грамм молока, 45 грамм творога, сметана, сыр примерно по 15 грамм, и мясо не менее по 70 грамм. Юноши и девушки в возрастной категории от 14 до 17 лет должны употреблять от 200 до 250 грамм хлеба, крупы от 60 до 70 грамм, значит, овощи отварные, либо свежие, от 300 до 400 грамм, свежие фрукты до 60 грамм в сутки, кондитерские изделия не более 30 грамм, масло сливочное растительное также по 20 грамм. Также рекомендуется одно яйцо, до 500 грамм молока, и мясо свыше 250 грамм. Есть такое сейчас очень модное выражение, фасуд, все вы прекрасно это знаете, то есть это все наши гамбургеры, хот-доги и так далее. Что же содержит данный пищевой продукт? Это прежде всего высокая концентрация жиров, соли, сахара, за счет чего повышается металлическая ценность. Низкое содержание клетчатки, которые способствуют перевариванию пищи, отсутствие важных питательных веществ и витаминов, и наличие вредных пищевых добавок. Что ведет за собой, какие последствия потребления фасуда? Это прежде всего идет набор веса, то есть развивается такое заболевание, как ожирение, а сахарный диабет второго типа, снижается иммунитет, потом могут развиться необратимые заболевания печени, поджелудочной железы, развивается витаминоз, повышаются лепиды крови, такие как холестерин, и замедляется рост общей подростка. Содержание также гамбургии содержит травм жиры и усилители вкуса, которые готовятся на некачественных продуктах, таких как майонез, маргарин и мука не очень хорошего помола, что ведет за собой развитие таких заболеваний, как онкологические заболевания, то есть того же пищеварительного тракта, очень модные также среди подростков чипские кирьешки. То есть что с собой представляют эти продукты? Они содержат большое количество жира, усилитель вкуса, глутамат, натрия, также содержат акриламид, который повреждает нервную систему, что ведет за собой причину генных мутаций и образование опухолей брюшной полости, ротовой полости и так далее. Также очень модно употребление басированных сладких напитков, таких как панта, пейпси, кола и так далее. Все вы прекрасно знаете, что эти напитки, помимо того, что содержат большое количество газов, они также содержат большое количество сахара, то есть сахар превышает норму примерно в 30-40 грамм. То есть также они содержат высокую кислотность, что ведет за собой повреждения слизистой полости рта, пищевода, слизистой желудка, разрушение эмали зубов, то есть развивается карие. Наличие ортофосфорной кислоты в этих газированных напитках вымывает кальций из костей, что ведет за собой развитие также заболеваний таких как остеопороз, увеличивается ломкость костей и вызывается непосредственно рак именно поджелудочной железы при употреблении данных пищевых напитков. Они также как бы вызывают сухость слизистой, и тем самым этими напитками невозможно удалить жажду, то есть имя никогда невозможно напиться. Есть такие пищевые добавки, которые входят в содержание фаб-фудов, галерованных напитков, которые содержат код, такие как глутамат натрия, например, Е103, Е221, Е230, Е171. Они вызывают рост злокачественных опухолей, заболевания желудочно-кишечного тракта, меняют наши гены, то есть происходит мукрация генов, вызываются аллергические заболевания, а также развиваются заболевания болезней почек и печени, которые очень трудно поддаются лечению. Если вы думаете, что здоровое питание это дорого, то можно задуматься о том, чтобы подсчитать стоимость тех заболеваний, которые они приносят в следствии употребления вышеперечисленных продуктов. Что бы еще хотелось сказать про питание. Существует такая пирамида питания, разработанная всемирной организацией с зервохранением, которая включает такой раствор. До 5-6 порций необходимо употреблять зерновых, бобовых, различных круп. 3-4 порции в сутки необходимо употреблять овощей и фруктов. Как я уже говорила, это должно быть для разной возрастной категории определенное количество, но не менее 350-400 грамм. Затем идут употребления молочных продуктов, которые должны составлять также где-то примерно около 300 грамм. И употребление таких продуктов, как мясо, рыба, птица и так далее, они должны составлять примерно 200-250 грамм. А сладости стоят на самом верхнем месте, то есть их употребление ограничивается, можно практически даже на метр, где-то примерно до 20 грамм. И как бы в завершении мы бы хотели продемонстрировать вам видеоролик о употреблении фастфуда. Посмотрите его, пожалуйста, и как бы каждый для себя сделает это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok